Девушка гуляла со своей собакой Коду за пределами своего города на юго-востоке Квинсунда, Австралия, когда произошло нечто совершенно неожиданное. Хотя Бри знакома с животными, она не ожидала увидеть, что выскочила из травы в тот солнечный день. Это была стая котят, и они, казалось, были в беде, так как какой-то нелюдь просто выкинул этих малышей в таком безлюдном месте. Сердце Бри сжалось, когда она увидела крошечные мордашки очаровательных малышей. Она испытывала безграничную любовь к ним, но она была в шоке, как отряд котят оказался в глуши. Как это? Кто бросил их на смерть? Где была их мать? С ней всё в порядке? Затем она начала волноваться, а что если бы это была стая диких котят, заражённых бешенством, которые намеревались напасть на неё? Подобные вопросы кружились в голове Бри. Девушка вспоминает, честно говоря, я думала, что они были маленькими дикими котятами, которые могут напасть на мою собаку, защищаясь. Поэтому мы как бы отошли назад, потому что я думала, что мама-кошка тоже где-то поблизости. Поскольку мать так и не появилась, Бри поняла ситуацию. Это была не стая диких котят, это была группа домашних котят, которые хотели, чтобы Бри позаботилась о них. Котята проявили любовь к девушке с самого начала. Я просто не могла поверить, что их было 10 штук. Я была ещё более удивлена, что всё, что они хотели, это ласки и обнимашек. Они были очень голодны. Я поняла, что они не были дикими, потому что они не шипели. Они мяукали и прыгали на меня. Они точно знали, что такое человек. Девушка даже не думала оставлять их. Её единственная мысль была о том, как она может помочь этим котятам. Она решила спасти их, прежде чем какое-то опасное австралийское животное убило бы котят, если бы она их бросила на произвол судьбы. Я больше нервничала, потому что их была целая куча. Десять штук. Я просто физически не смогу унести их, так как у меня с собой не было сумки или пакета, куда бы я смогла положить малышей. И даже попыталась остановить машину, но на дороге не было ни одного автомобиля. И тогда девушка решила потихоньку идти к своему дому. Завяз с собой эту пушистую стаю, и, о радость, котята стали бежать за ней сами. Так они не отставали от девушки до самого её дома, пробежав за своей спасительницей несколько километров. Бри забрала котяток домой, где они немедленно были накормлены, но была в ярости от того, что кто-то оставил их умирать в дикой природе.